Решение, принятое 45 лет назад, стало решающим в жизни Розы Зарифовны. Почти полвека врач-инфекционист спасает жизни салаватцев. Ну, день проходит с утра, конечно же, сначала осмотр больных. Я сначала смотрю всех свежих больных, поступивших накануне, а потом уже начинаются как бы трудовые будни. Пятиминутка быстренько там докладываются, как ночь прошла, какие-то были изменения, кто-то поступил, кто-то тяжелый, кто-то что-то. И начинаем уже дальше работать, смотреть больных, писать. Больше, конечно, писанины получается у нас. Пишем истории болезни, пишем всякую документацию заполняем. И так проходит день. Ну и, конечно, поступают больные, принимаем мы сами. У нас нет общего какого-то приемного покоя. У нас все инфекционные больные принимаются непосредственно здесь, в отделении. Роза Зарифовна одна из первых начала борьбу с вирусом. До открытия инфекционного госпиталя пациенты поступали на лечение именно в инфекционное отделение. Это испытание коллектив отделения, возглавляемый Розой Зарифовной, выдержал достойно. Мы, поскольку инфекционное отделение, то, естественно, мы первыми кинулись на это заболевание. Когда первые случаи заболевания у нас появились, ну, учитывая, что у нас отделение как бы вот очень удобно расположено и построено, мы просто вот отсекли половину здания и ходим через улицу туда. То есть мы не ходим через отделение, ходим через улицу, переодеваемся в СИЗы. Это средство индивидуальной защиты, которое у нас имеется в достаточном количестве. Мы переодеваемся в СИЗы, идем, смотрим больных, оказываем их вместе с медсестрами помощь. И затем уже вылеченных больных выписываем домой. Ну, хочется мне несколько слов сказать о наших помощниках, медсестрах. Были какие-то вот такие случаи, что типа вот разбежалось отделение, разбежался персонал. Ничего этого не было абсолютно даже. Вот ни один человек у нас не ушел. Ни один человек у нас не отказался, чтобы идти и работать. Но мы стараемся лечить всех. Ну, во всяком случае, ни одного случая смерти в инфекционном отделении не было. У нас? У нас, да. Всех вылечивали и всех выписывали с выздоровлением. На вопрос, если бы вам в начале профессионального пути предложили другую профессию, согласились бы, врач-инфекционист отвечает категорично. Я себя не представляю в другой профессии. Не представляю себя. Вот у меня сын, как бы он тоже врач. В Уфе работает. Ну, вот мы иногда с ним беседуем, поскольку мы одной профессии, нам близкие разговоры. Я говорю, Валера, ты не жалеешь? Он говорит, нет, мам, не жалею. Я люблю свою работу. И Бог даст, внучка, 10 класс закончила. Она тоже стремится туда же. Тем не менее, ну, другого я себе не представляю. Хотя я много лет работала в медучилище, могла бы, допустим, педагогической деятельностью заняться. Но меня это не интересовало. Роза Зарифовна консультирует больных и сегодня. Она также лечит тяжелобольных, пациентов других отделений. И в преддверии Дня медицинского работника поздравляет всех своих коллег. Внимательность к себе, внимание к больным, то есть не забывать и защищать себя. Поэтому все должны хорошо одеваться в защитные костюмы, которые у нас имеются в достаточном количестве. И внимательно следить и за больными, и защищать себя. Ну и, конечно, благополучие, мирного неба, светлых дней больше, нежели... И чтобы эта весна у нас не повторялась.